Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но НАСА была щедракна. Выложила целых 17 тысяч фотографий своей лунной миссии. И конечно при таком количестве материалов очень легко разоблачить все постановочные видео и фотофакты. Или точнее то, что выдается за видео и фотофакты. А вот про другие страны мы почти ничего не слышим. В частности мы ничего не слышим, никаких комментариев экспертов по удивительному и совершенно фантастическому достижению китайских технологий и китайской космической техники. Напомню, что 7 декабря 2018 года китайская национальная космическая агентство сообщило о том, что оно запустило на Луну четвертую экспедицию Чан-Э-4, в ходе которой на обратную сторону нашего естественного спутника Земли должен быть высажен луноход. Космический аппарат был презентован общественности, показан в специальных роликах Космического агентства Китая. А через некоторое время, 3 января 2019 года, национальное космическое агентство Китая сообщило об успешной посадке своего аппарата на обратную сторону Луны. И продемонстрировало очень ограниченное количество видео и фотоматериалов, которые, как было сообщено, являются съемками с поверхности Луны. Ну, помимо этих выдаваемых за факты материалов, были еще некоторое количество мультфильмов, которые вы тоже можете посмотреть, некоторые фрагменты из них, как аппарат должен был летать, схему его полета, как он должен был садиться, как он должен был передавать сигнал с обратной стороны Луны. Ну, мы посмотрим на фактически несколько материалов, которые были представлены как материалы с непосредственно с Луны. В отличие от НАСА, никакими тысячами фотографий и видео на сайте Китайского национального космического агентства не пахнет. Нам доступно буквально одно видео и две фотографии, одна из которых панорамная. Давайте сначала посмотрим внимательно на видео посадки аппарата на Луну. Судя по положению камеры относительно амортизаторов, видеокамера смотрит в ту же сторону, в которую обращено к брюхо посадочного бонда. Как же выглядит эта посадка? Вот мы можем смотреть, как аппарат летит горизонтально с первой космической скоростью. На Луне это 1,6 км в секунду. После чего аппарат выполняет полуминутный тормозной маневр, по ходу которого вектор скорости аппарата поворачивается к поверхности, ориентация аппарата остается прежней. Затем, зависнув, остановившись в полете, аппарат быстро поворачивается брюхом вниз и начинает почти вертикальный спуск. На завершающей стадии этого спуска мы не видим работы двигателей мягкой посадки. Единственное, что мы видим, как лунная пыль разлетается под действием невидимой воздушной струи. При встрече с поверхностью амортизаторы не изменяют свое положение и не дают отбоя. Что это мы видим? Может так летать настоящий космический аппарат над лунной поверхностью? Ну, это мультфильм, если кратко и без официальной лексики. Комментировать смешно. Так аппараты не летают. Дальше посмотрим кадры с ровером. Ну, здесь достаточно указать на несколько явных признаков нелунного освещения. Заметьте еще, что и звезд опять же нет. Напомним, что на Луне освещение немножко устроено не так, как на Земле. И не только потому, что на Луне отсутствует атмосфера. В окололунном пространстве присутствует так называемый феномен обратного рассеяния света. При падении на ту или иную поверхность луч света не испытывает зеркального отражения, если поверхность гладкая, и не испытывает диффузного рассеяния, если поверхность широковатая. Независимо от угла падения, почти весь отраженный свет возвращается туда, откуда он пришел. Этому феномену есть объяснение только в рамках неофициальной физики. Официальная физика разводит руками, показывает пальцем на грунт, говоря о том, что это его какие-то специфические характеристики. Однако, этих специфических характеристик лунный грунт в земных условиях не проявляет. На солнечной стороне Луны почти весь отраженный свет возвращается к Солнцу обратно. И неосвещаемые прямо участки, не имея балкной палец в светке, оказываются в совершенно черных тенях. Что и продемонстрировали те кадры, сделанные луноходом 1, который был высажен на Луну СССР. Вот это своеобразное отражение света Луной делает ее на нашем небе, ночном, очень яркой, неадекватно яркой. При лунном свете можно читать книжку при желании. На кадрах же с китайским ровером хорошо освещены поверхности с противосолнечной стороны. Посмотрите на солнечные батареи. И еще один прокол. Это невероятно яркий зеркальный блик на грунте из-за якобы отражения света от боковой поверхности ровера. Этот блик сопровождается из ровера с посадочного модуля. Но такого на Луне быть не может. Такого не было даже на снимках НАСА, на которых они пытались воспроизвести обстановку на Луне. Ничего подобного также нет на снимках с Луны, присыланных советскими знаходами. На кадрах с ровером, если вы обратите внимание, Луна имеет коричневый цвет, четко выжженный. Попытки списать этот цвет на ошибки цветокоррекции не работают, потому что цветопередача цветов самого аппарата ровера и посадочного модуля полусоответствует тем образцам, которые были показаны на заводе-изготовителе в роликах Китайского национального космического агентства. Однако же впечатляющая панорама поверхности Луны, снятая в той же каре с того же места, почему-то оказывается серой. Все это говорит только об одном. На Земле даже с помощью изощренного мультфильма практически невозможно проимитировать условия освещения на Луне. Слишком мало специалистов понимают, как там все устроено. И нам показывают опять красивые картинки и красивые мультфильмы. Так что вот так выглядит при ближайшем рассмотрении китайское космическое чудо. Оно, как правильно в свое время назвал Владимиров свою книгу «Советский космический блеф». Вот здесь мы видим китайский космический блеф. Но если советские аппараты хоть куда-то летали, то китайские, если летают, то не дальше, чем МКС. На этом на сегодня все. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok